Если вы нацелены на масштабирование своего бизнеса, что делать с командой? Расскажет Марина Мызина, эксперт по управлению персоналом, директор по персоналу InBrand. Во-первых, у топ-команды должны появиться долгосрочные и среднесрочные цели. Они могут выражаться в финансовом результате, в количестве клиентов, во внедренных продуктах. В общем, в тех изменениях, которые должна претерпеть компания в связи с масштабированием. Стоит задуматься о изменении структуры. Структура тоже должна быть легко масштабируемой. Что это значит? Что с увеличением количества сотрудников в компании, у вас не вырастет количество руководителей пропорционально росту линейных сотрудников. Компании важно соблюдать норму управляемости. Правило 7 плюс минус 2. То есть в подчинении у руководителя должно находиться от 5 до 9 сотрудников максимум. Только тогда структура будет эффективной. И не стоит забывать о правиле, что флот должен составлять в районе 25-30% выручки. Если выручка составляет миллион, то флот должен составлять не более 250 тысяч рублей в месяц. Безусловно, цели компании должны вдохновлять команду. Цель должна быть амбициозной, а у команды должны быть амбиции для достижения этой цели. Если амбиций не хватает, то команду стоит поменять. Лучше найти на рынке активных менеджеров, которые готовы возглавить направление и которым нужен кейс в их резюме. Собственнику стоит быть готовым к инвестициям в команду. Наряду с инвестициями в маркетинг, в IT-направление, предприниматель должен понимать, что команда не сразу выйдет на крейсерскую скорость. И придется в первый месяц доинвестировать, доплачивать, не получая нужного результата. Но в дальнейшем это точно даст свои плоды. Редактор субтитров А.Семкин